Здравствуйте! Вы смотрите программу «Православный взгляд». И я, Филипп Чемпион, расскажу вам наиболее интересные новости христианского мира. Зашел через черный вход. Константинопольский патриарх Варфоломей не стал встречаться с прихожанами канонической Украинской Православной Церкви, сообщил глава Синодального информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви митрополит Нежинский и Прилудский Климент. Он рассказал, что свыше 10 тысяч прихожан Украинской Православной Церкви пришли к Верховной Раде, чтобы встретиться с патриархом и высказать свою позицию в отношении его деструктивных действий. Однако патриарх Варфоломей, цитирую, вместо того, чтобы выйти к верующим, прошел в Раду через черный ход. Добрый пастырь входит через врата, а наемник, который расхищает стадо, перелезает через ограду. Конец цитаты. Захват церкви в Черногории. Черногорско-приморская митрополия Сербской Православной Церкви заявила о попытках нагнетания напряженности перед торжественным событием. 5 сентября 2021 года в Черногорском монастыре Цетине состоится интронизация нового черногорского митрополита Ионикия. Группа посторонних лиц, которые выдавали себя за священников, захватили храм преображения Господня в долине Иванова Корита в Черногории. В Сербской Православной Церкви уверены, это событие является продолжением действий националистов партии бывшего президента Черногории Джукановича, которые провоцируют ненависть в отношении церкви. 250 километров за неделю. 40 тысяч верующих паломников из Сербии, Румынии, Белоруссии и других стран отправились пешком от украинского города Каменца-Подольского к Успенской Почаевской лавре. В конце недели паломники прибудут в Почаевскую лавру, где встретят праздник Успения Пресвятой Богородицы. Русский храм на Карибах. Викарий Восточно-Американской епархии Русской Зарубежной Церкви и епископ Манхэттенский Николай прибыл в Пуэрто-Рико. Цель – визита освящения креста на месте строительства Благовещенского храма. Архитектор проекта показал епископу концепции храма, а руководители миссии рассказали, что небольшая часовня в течение 12 лет каждое воскресенье становится для прихожан все меньше и меньше. Отметим, что строящийся храм станет первым православным храмом в Пуэрто-Рико. Это все на сегодня. Увидимся в следующий раз на программе «Православный взгляд». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА